Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эс. И сегодня у нас жирнейшие сплетни и новости на этом канале. Поговорим про изменение внешней марши по Гребняк. Поговорим про полнейшую отмену, позорную отмену Киркорова. Ребята, это просто то, что с ним происходит. Это какой-то феномен. И здесь просто словами не описать. Поговорим про защиту Яны Рудковской, этого самого Киркорова. Поговорим про Ксению Собчак, которая защищает Лолизу. Сегодня просто какой-то скандал на скандале, жирнейшие новости прямо из сердца Милана. Поэтому наливайте чашку кофе. Сегодня у меня стакан красного вина, наполненный до краев. Наливайте, нам будет что сегодня обсудить. Мы должны с вами понять, что Донбасс это не помойка. Донбасс это не прачечная для отстирывания грязного чужого белья. И обгаженных штанов. Мы должны с вами понять, что там стоят лучшие люди страны. Там стоят 18-летние мальчики. Филипп Бедросович за все эти два года ни разу не изъявлял желания появиться на фронте. И ни разу не выезжал туда. В это время он занимался всем чем угодно. С собой, вечеринками, танцами на кресте. Крест это не аксессуар. Крест это то, с чем идут наши ребята в бой. Стяги христовы они несут с собой. Не стыдно ли смотреть на человека, которому будет 60 лет, взрослому мужику, который утверждает, что он зашел не в ту дверь, и кто эти люди, которые дали такую индульгенцию ему и прочей ш***е, которая вынуждена поехала на фронт, чтобы отмыться. Да это же цинизм высшей степени. Плевать в лицо людям и прилюдно пытаться отмазать этих людей перед выборами президента – король. Король чего? Король убогих, ущербных, бессовестных людей, которые не понимают, за что борется сейчас Россия. Человек, который в своих соцсетях выходит с радужной лентой и машет ей. Боженька ты мой, вот вам уникальная ситуация. Вот вам ситуация, которая разворачивается перед нашими глазами, которую абсолютно невозможно проанализировать здравым умом. Человек извинился. Я говорю, конечно, про Киркорова. Человек съездил на Донбасс. Человек пообещал калекам запасные ноги. Человек сказал, что он сделает все в своих силах, чтобы его родина и уже гордилась, и чтобы его родина его по факту простила. Восхитительно сказала Яна Поплавская. Отвратительнейший человек, у которого патриотизм головного мозга. Но с точки зрения, если мы сейчас будем рассматривать, я всегда, как я анализирую ситуацию, я всегда стараюсь поставить себя в сапоги того или иного человека, чтобы с ее или его точки зрения проанализировать ситуацию, которая разворачивается перед нашими глазами. Она права. Поездки на Донбасс – это чистилище. Чистилищем в понимании том, что люди приезжают туда, чтобы якобы замолить свои грехи, чтобы получить вселенское прощение, чтобы сказать, что да, мы попросили прощения, что вам еще от нас нужно. Но я считаю, что здесь очень интересная ситуация. Я сегодня давал интервью очень интересному каналу. Я обязательно оставлю ссылочку. Ай, я уже не успею, потому что это видео выйдет в пятницу, а мое интервью выйдет в субботу. Все равно я упомяну про это видео в любом случае. Получается интересная ситуация. Перед нами разворачивает самый настоящий капкан. Потому что, когда меня спросили, а почему такое происходит, что вроде бы якобы ты совершил какой-то прокол, потом съездил на Донбасс, и тебя все равно не прощают. А здесь интересная ситуация, и я думаю, это одна из изощренных публичных порок, когда ты или же сделал что-то преступное с точки зрения путинского режима, или когда ты промолчал, ассистично постоянно говорить про войну и поддерживать военный путь, поддерживать диктатора Путина, поддерживать то самое бракобесие. Если изначально ты не прыгнул эту самую тележку безумия, то потом, впоследствии, ты едешь на Донбасс, якобы, нет, действительно прося прощения. И по итогу тебе все равно не прощают, тебя все равно отменяют. Ты попадаешь в капкан, у тебя руки-ноги связаны, потому что ты сидел на Донбасс, ты помог военной хунте, и теперь тебе закрыт якобы. Ну, возможно, я не знаю, будет ему закрыт Киркорову или нет, путь на Запад, но ты уже не рукопожатный человек там, там ты тоже не сможешь зарабатывать, потому что обычно и русские украинцы, которые живут в Европе и Америке, они не пойдут на концерты человека, который сидел на Донбасс и поддержал войну. То есть здесь безвыходная ситуация. Очень много комментариев по поводу этой самой поездки на Донбасс Филиппа Киркорова. Петр Толстой, это вице-спикер Госдумы, можно войти не в ту дверь, но потом можно много раз ходить в ту, и не факт, что в какой-то момент люди забудут, что ты вошел не в ту дверь. Ты можешь 12 раз войти в ту дверь, но осадочек останется как с ложечками. Политолог Артем Альхин, не зная, какой глупый человек, придумал поездку Киркорова в Горловку. Хватит уже издеваться над жителями Донбасса. Также был заслан в ДНР и Джигурда, когда был большой скандал в ДНР. При живом Захарченко никакой Джигурды в ДНР не приезжало. Военкор Юрий Котенко. Киркоров приехал отмываться в город воинской славе в Горловку. Про кремлевский телеграм-канал. Так как на вечеринку обиделся лично Путин, только через зону боевых действий в Украине. Других вариантов звездам в Кремле не дают. Анна Мангай, журналистка из «Моего любимого дождя». Бойцам Киркоров исполняет песню «Снег», которую написала украинка Ирина Белык. И поет она ее на украинском «Опять не та дверь». Поговорим здесь немножечко про Ирину Белык, чью песню спел, лицемерно спел Филипп Киркоров. Ты смотрел на себя вчера, отражение видел ты. Посмотреть на себя пора, гений срама и ноготы. Песню сколько уже лет поешь, но не понял ты только суть. Если в сердце ворвалась ложь, то порядочность не вернуть. Ты поешь для того, кто мой на рассвете разрушил дом. Распыляешься перед ордой, что растопчет тебя потом. Украина стоит в слезах, ты глумишься сейчас над ней. Бог накажет на небесах снег в крови у твоих дверей. Каждый раз, когда ты поешь, вспоминай мой печальный взгляд. Душу дьяволу ты продаешь. Какая боль, господи, какая боль, какая фрустрация, какое безумие из каждого угла, ребят. Я смотрю на сегодняшнюю ситуацию, которая разворачивается перед моими глазами. У меня неимоверная боль за мою любимую Украину. У меня абсолютнейшая боль и фрустрация за тех, которые в России не могут найти выхода из ситуации, которые категорически не согласны с тем режимом, который установил Путин. И тех, кто этот режим разжигает вот этими вот ложками огня. Это ужасная, ужасная лицемерие. Ужаснейшие новости. Каждый божий день идет какое-то хроническое безумие. Про Киркорова еще. Сейчас просто какой-то кошмар пошелся. Лишится всего. У Киркорова отберут особняк и заморозят счета из-за боевски на Донбасс. Спасти все, что нажито непосильным трудом. Поп-король уже не сможет. Так пишет один из редакторов в моем телеграм-канале. Киркорова внезапным путешествием в Горловку подписал приговор собственной недвижимости и банковским счетам. Заграничное имущество музыканта совсем скоро прикажет долго жить. В таком исходе не сомневается экс-депутат Роман Худяков, анонсировавший грядущие санкции против Филиппа Киркорова. Он настаивает незамеченным со стороны европейских и западных властей поездка Киркорова на Донбасс не останется. Цитата. У Киркорова точно есть зарубежные недвижимости и счета. В отличие от многих моральных плохих людей из шоу-бизнеса он не побежал их спасать. Приехав в госпиталь, Бедросович прекрасно понимает и виллу в Майами арестует из счета. Он лишится всего, что есть за рубежом, но он говорит, что остается со своей страной. Так объяснил чиновник. Те же слова, та же теория, которую я выдвинул. Съездив на Донбасс, ты не получишь прощения у Кремля, и ты закроешь себе путь, свободный мир в Европу или Америку. Интереснейшая ситуация, интереснейшие эксперименты, на самом деле, если так можно выразиться, происходит сейчас перед нашими глазами. И я считаю, те звезды, которые сделали прокол, ну, видимо, какой-то прокол существует, да, им стоит просто тихо сидеть, потому что, в принципе, у людей психологическая такая тема, это память как у золотой рыбки. Поэтому лучше тихонечко на три месяца где-то заткнуться, чтобы все все забыли, чем ездить на Донбасс. Киркоров абсолютно неумный, непрозорливый человек. Мне говорят, твоя мама сказала, она останется в Америке, у него все будет хорошо. Вот в этом видео, дорогие мои, в прошлую субботу мы гадали на Киркорова, по этой ссылочке можете пройти, посмотрите. Мне пишут, а он вернулся, а вот зря он не послушал гадания моей мамы, а вот зря он вернулся, милые мои. А сейчас он будет пожинать абсолютно ужаснейшие гнилые плоды своих безумных уморешений. Интересно послушать ваше мнение, давайте пообщаемся в комментариях. И, кстати, дорогие мои, сегодня у меня вышел мой вложик на моем влоговом канале, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Я обожаю левитки Гуччи, ребят, я просто обожаю. Это такие редкие Гуччи, это еще творчество Александра Микелия, в данном случае у меня Гуччи, коллаборация с Adidas. Шикарная барсеточка, просто восхитительная барсеточка, поэтому переходите на мой четвертый YouTube канал, где выходят влоги о моей жизни каждую пятницу. А в эту среду вышел вложик о моем ювелирном бизнесе, по этой ссылочке можете пройти и поставьте лайк этого видео. Буквально секунда вашего времени, это очень помогает нашему комьюнити, продвижению наших видео. И подписывайтесь, делайте эту красненькую кнопочку серенькой, подписавшись на канал, вступив таким образом в самое крутое комьюнити сплетников, русскоязычное комьюнити сплетников на этой планете. И, кстати, добавляем уже в копилку Киркорова, возможный прокол Яны Рудковской. Она резко ответила Яне Поплавской, не поверившей в искренность поездки Киркорова на Донбасс. Цитата. Всегда считала и считая, что добрые дела нужно приветствовать, их нельзя осуждать. Тем более, когда речь идет о гуманитарной миссии. Нужны протезы, нужна гуманитарная помощь, нужны, в конце концов, песни там от артистов. Вы говорите, не нужно, кому не нужно, вам. А вот ребятам, простым ребятам, у которых сейчас самая непростая и тяжелая жизнь нужна, и дети в больницах тоже нужны, или что, бойцам на фронте не нужна поддержка, для них это событие, приезд Киркорова. Вы рассматриваете это как какой-то жест, политическое заявление для тех, кто сидит в Москве. Но мы делаем это не ради одобрения, мы помогаем. Нет, он не помогает. Он приехал туда в отчаянии спасти свою карьеру, в отчаянии спасти свой дом, в отчаянии спасти свои деньги. Это максимально лицемерный шаг, который видят абсолютно все. Но, Яна Рыдковская, я тебе напомню один простой момент. Когда в свое время началось гонение на Максима Галкина, Киркоров стрял за него. И вот тогда, как он сам сказал, прямая цитата, он получил по шапке. Как бы тебе сейчас не пришлось получить по шапке? Стрял за человека, который сейчас стал нерукопожатным, который ему не рады ни в Америке, ни в Европе, и уж тем более ему не рады ни в России, ни тем более на Донбасс. Оборачивайся, Яна, потому что за тобой, возможно, следующие могут прийти. Вот рвецы у них, да, вот эта вот цеховая поддержка, цеховое вот это вот нужно поддержать своего. Нет, не сейчас. Но Яна Рыдковская не самая яркая лампочка в этой гирлянде. Поэтому будем внимательно наблюдать за перипетивой жизни Яны Рыдковской. После нашего вчерашнего видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Мы говорили там как раз про полную отмену Лолиты. Это было позорище, дорогие мои. Это было самое настоящее, унижающее человеческое позорище, когда Лолита стояла, конечно, условно, на коленях, вымаливала прощение, опуская и закапывая себя ниже. Собчак же за нее встряла. Вот это очень интересная ситуация. Собчак пишет следующее в своем телеграм-канале. Я никогда не пойму той злобы, ненависти и развязавшейся травли, которую устроили общественники, которым больше всех надо. Против моих друзей Филиппа и Лолиты, так написал Аксения Собчак. У Лолиты отменят весь юбилейный тур по случаю 60-летия. И за что так поступать с одной из главных любимых певиц страны? Потому что им показалось, что она недостаточно, ни полностью, ни до конца раскаялась. Но какой закон она нарушила? Сколько можно еще искать врагов и пятую колонну? Это превратилось просто в зачистку конкурентов и бесконечное параноидальное выискивание. Кто же еще враг? Милая моя Собчак, ты знаешь эту игру лучше, чем многие. Ты человек, который, какая бы ни была, на тебя сейчас организована травля. Мы обсуждали это вот в этом видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Ты знаешь, как играется эта игра. И ты отлично понимаешь, что ты делаешь и что ты пишешь. И вот эта вот вся Филькина грамота, это выстрел в никуда. У нее отменят ее тур по случаю 60-летия. Лолитина известное выражение, когда русских нужно потреблять и делать это безозрения совести. Лолита тогда сказала, что это все было выдернуто из контекста. Милая моя, это было возможно выдернуто из контекста. Возможно, в этой шутке есть доля правды. А возможно, это и вовсе не шутка, а это самая настоящая правда. Тебе это не простят. Русских нужно потреблять. Ну, милая моя Украинка, предательница Украины, посмотри, как русские умеют потреблять тех, кто перешел им дорогу. С волками жить по волче выть, а у Лолиты даже это не получилось. Она говорит, моя новая родина, она меня спасла, она меня подняла из грязи, она мне дала все. Милая моя, не ту родину ты благодаришь. Эта родина Россия, как в твоем случае, да? Как все дала, точно так же она отнимет абсолютно все. Абсолютно все. И самую любимую певицу Российской Федерации забудут. А ты будешь хлебать. Тебе будет неимоверно тяжело, милая моя. Такое, да? Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Помните, мы обсуждали вот в этом самом видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть, закон, который подали на рассмотрение в Госдуму. Закон о том, что у инагентов будут производить конфискацию имущества. Теперь конфискацию имущества грозит не только осужденным за фейки об армии, но и участникам нежелательных организаций и даже дезертирам. И вот Медуза сделала огромный, абсолютно гигантский пост, гигантское расследование на эту тему. И чтобы понять, кто вообще что может отнять и за что могут отнять. Я напомню, Путин уже подписал закон о конфискации имущества осужденных по статье о фейках в российскую армию. Если мы даже говорим не про иностранных агентов. Вот вы написали фейк, а статьи по фейкам и людей, которые чали свои сроки по делу о фейках, их уже просто тысячи, дорогие мои. И вот сейчас есть закон, подписанный Путином, о конфискации имущества осужденных по статье об этих фейках. Цитата депутата Госдумы Андрея Лугового. Поэтому любой, кто с этого момента попытается нанести ущерб в своей родине, в своей стране и граждан РФ, лишится всего и отдаст Богу душу там, за пределами нашей страны, как последняя собака. Забавно, правда? Но, видимо, кто-то смотрит на свои собственные реалии немножко с другой ситуацией. И у кого-то, возможно, все и как у кошечки. Все просто замечательно, забавно, очень забавно. Ай, боженька ты мой. ТНТ сейчас вывалила главная героя шоу «Невеста» холостяка или что-то. Новый холостяк, короче. Гитсати. Вот в этом видео, дорогие мои, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Мы обсуждали ситуацию, когда Гитсати уже в трех годовых отношениях. У нее серьезные отношения с женщиной. И женщина знает, на что он подписался в этом самом ТНТ-проекте. И вот сейчас будем наблюдать. Это цирк на дроте, когда экстрасенс Гитсати за его сердце будут бороться куча женщин. Якобы кого-то выберет, якобы отработает этот самый контракт, когда он с этой женщиной посветится. А потом будет разрыв отношений на всю Ивановскую. Забавная ситуация у Ивлеевой. Началась выездная от налоговой проверки в Петербурге. В случае обнаружения неуплаты налогов Настюшке опасность может грозить до пяти лет тюрьмы. Так пишет редактор в моем телеграм-канале. Последний, наверное, для кого я мог предполагать, что будет такой жуткий бэклаж. Такая серьезная расплата за непонятно что. Это Настя Ивлеева. Она все-таки, знаете, своя девчонка, которая все, что хотела, это зарабатывать кучу денег и веселить народ. Понимаете, интересная ситуация в том, что люди не понимают. Они просто не понимают, что реалии их страны изменились. Что страна, которая была до 24 февраля и после, это две разные страны с совершенно разными законами и разными правами. И поэтому, если тогда Настюшка могла что-то делать, организовав, например, вечеринку без ничего, то сейчас за это Настюшка опасность будет получать тюряга, дорогие мои. За неуплату налогов. Простой пример. Лена Блиновская. А я уверен, в России, как там у вас хорошее есть выражение. Был бы человек. Статья все равно найдется. Чистая правда. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся. В комментариях. Вы знаете, что пишут? Бритни Спирс, ходят слухи, примкнула к сериалу «Белый лотос» третий сезон. Вот это будет самый настоящий фильм тушами. Сейчас это обсуждает абсолютно весь западный твиттер. Это действительно новость номер один из шоу-бизнеса. Если это действительно так случится, это будет, наверное, самый касс. Это вам не Ким Кардашьян в американской истории. Это вам Бритни Спирс в «Белом лотосе». И «Белый лотос» это, в принципе, очень спорный сериал. Очень, знаете, controversial, как же сказать, очень противоречивый сериал, который получил статус культового с первого сезона. И вот если Бритни Спирс сейчас действительно туда встрянет, это будет, конечно, самый настоящий цирк. Косенко. Помните Косенко, который кидал своего сына в сугроб? Обсуждали мы вот в этом самом видео. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. И вот пишет мне Пташка. Привет. Сейчас у Сергея Косенко массово выходят подкасты на Ютубе про наставников, которые берут космические деньги за свои услуги от 500 тысяч рублей. Это похоже на пирамиду, только под прикрытием обучения. Люди влезают в гигантские долги, берут гигантские кредиты на миллионы. Воронку запустил Косенко и тоже будет продавать свое наставничество за 20 миллионов рублей. Можете сделать обзор на их подкасты «Методопсихологического воздействия на людей». 20 миллионов рублей за наставничество. Мне вот интересно, у меня вот хороший вопрос, вот просто интересный вопрос к моему комьюнити. Вот если бы я сказал, за 2000 долларов я буду вашим личным наставником по... Понимаете, я даже не могу выдумать, я не эксперт, я не эксперт ни в чем. Мне бы заплатили за, считай, общение со мной, да? Ребят, я просто не понимаю, во-первых, кто те люди, которые платят такие деньги таким людям, как Косенко или вот, знаете, вот постоянно сейчас светится с ним вместе Боня, да? Мы Боню сейчас будем все меньше и меньше упоминать, потому что этим мы просто подогреваем интерес к инфомошеннице, да? Мне, кстати, интересно, почему она так давно уехала из-за Франции, с юга Франции. И почему ей что, визу не продлили? Что сейчас с ней стало? Почему сейчас вот эти вот метания по всей планете? Везде она светится, везде она просто номер один. Во всех подкастах сейчас в России она сидит. В роли какой-то непонятной мне экспертки. Зачем? Почему? Почему они во Франции больше не... Все, что ли? Французская эпопея закончилась у гражданки Монако Виктория Боня, да? Но вот мне просто интересно, Косенко, 20 миллионов рублей за его наставничество. Наставники наставников. Вообще, слышите абсурд ситуации, да? Люди с абсолютно нулевой экспертной нагрузкой, которые не могут дать ничего вменяемого никому, берут миллионы от 500 тысяч рублей за наставничество. Ребята, что за новый финт ушами, что за ситуация, когда мошенники просто направо-налево грибут деньги? Откуда такие деньги грибут? Это что, все, последняя лавочка закрывается? Нужно напоследок не надышишься, что ли? Так получается ситуация? Я в шоке от этой ситуации. Мне интересно вообще, кто что знает. Пишите, может быть, директ моего инстаграма. Будет очень интересно порассуждать на эту тему. Пару дней назад принц Гарри и его супруга Меган Маркл, дорогие мои, герцогиня Сасекска, открыли свой сайт sussex.com. Говорят, пара пытается установить свои деятельности в СМИ и намеренно зарабатывать. Их предупредили сейчас, что использование своего титула сасекского и королевского герба в коммерческих целях незаконно. Цитата. У них будут большие проблемы с использованием сасекса. Это королевский титул, и если в нем будет хоть малейший намек на коммерциализацию, он будет закрыт. Просто поразительно, что они не видят, насколько это бестактно. Сделка со Spotify, я напомню, у нее же был свой отдельный подкаст, где она выпустила два подкаста, где она даже не встречалась с гостями своих подкастов. То есть и гостям задавали вопросы, а ее голос был записан отдельно. То есть это был отдельный финт ушами безумия. 18 миллионов фунтов стерлингов недавно подошла к концу. И ходят сейчас слухи, что Netflix может не продлить с ними контракт на 80 миллионов фунтов стерлингов. Но вроде как ничего не понятно. Вы знаете про использование королевских привилегий? В Норвегии есть королевская семья. Я вам сейчас скажу такую тему, что я жил в Норвегии 8 лет, и я в деталях знал всю вот эту вот ситуацию. Значит, старшая сестра кронпринца Хакона, она... Метта Марья, это кронпринцесса Марта ее зовут. Нет, кто еще не из Норвегии, вы точно сейчас поправите, да? Она именно так потеряла свои королевские привилегии. Нет, она вроде как их использует. То есть, в Норвегии не настолько жесткая система вот этой вот контроля над королевскими особами, потому что они имеют право работать. Как только ты начинаешь работать, ты теряешь королевские привилегии. То есть, и как представитель королевской семьи, ты должен и обязан. Какие-то социальные моменты, ты должен представлять страну. Там огромное количество работы, но ты не можешь эту работу коммерциализировать и зарабатывать на этом деньги. Старшая сестра принца Хакона, будущего короля Норвегии, вот она как раз этим занимается. Именно таким образом она потеряла часть своих королевских привилегий. И вот сейчас появилась вот эта вот новая информация про Меган Маркл. Меган Маркл объявила о запуске нового подкаста после неудачи со Spotify. Я с гордостью сообщаю, что присоединяюсь в блестящей команде Лимонада, чтобы продолжить заниматься любимым делом и записывать подкасты. Подробностей никаких нету, но тем не менее, цитата Талант Меган как ведущей, творца и собеседника не имеют в себе равных. И мы очень рады совместно себе создать новый подкаст, который будет способствовать развитию ее подхода к созданию значимого. Искусство! Вы только представьте себе! Актриса одной роли, я так понимаю, она играла в сериале Suits. Да? Я не смотрел этот сериал, во-первых. Я помню, как переводится этот самый сериал на русский язык. Я удивляюсь, что выскочила замуж, ты выскочила замуж, ты публично смешала с грязью семью своего мужа. Ты дала интервью, которое смешало Букингемский дворец со всеми жутчайшими обвинениями, которые только можно себе придумать. Вы знаете, это классная попытка, но садись в два, потому что королевская семья очень любима в Британии. И какая-то Меган Маркл со всеми ее жутчайшими откровениями не смогла пошатнуть институт репутации королевской семьи. Ну, слишком любили королеву на тот момент британцы, чтобы это могло как-то подпортить, подмочить еще и так, в принципе, не очень-то и святую репутацию королевского семейства. Вы знаете, взрослая тетка выскочила за принца Британии. Я люблю подкасты, я так рад заняться своим любимым делом, и я буду сотрудничать с сервисом Лимонада. Ничего больше нелепо, вот просто безумие. Этой женщины можно только позавидовать, но нужно продолжать жить, нужно как-то уметь вертеться, нужно продолжать зарабатывать миллионы долларов, миллионы фунтов стерлингов. И вот это семейство делает это с отвратительнейшим упорством, их, видимо, никаким образом не остановить. Интересно, что это ваше мнение, кто вообще следит за всем за этим. Давайте пообщаемся в комментариях. И давайте, конечно, поговорим про Машу Погребняк. Давно мы не вспоминали Машу Погребняк. И вот там два стоп-кадра, да, сборы в беготне, в такси буду краситься, сегодня очень плотный день. Доброе утро, быстро пришлось в порядок. И работать. Прошу прощения, я сейчас уже нахожусь в Милане. Это классическая Италия. Я был уверен, что изуродовала свою внешность Мария Погребняк, которой муж ей ставил рога в свою сознательную жизнь, никогда не сможет найти себе мужика. И вот Маша Погребняк, я так понимаю, нашла такой себе мужика. И вот я смотрю на эту внешку и думаю, богатейшая женщина. На какой-то момент, знакомьтесь с русскими Meet the Russians. Это было шоу, где показывали безумие новориши из России и то, как они безумно тратили деньги в столице Британии. И вот Маша Погребняк была тогда образчиком безвкусия и шока для европейского комьюнити, потому что смотрели, как она украшала Бентли своими Кристианами и Сваровскими. Это было безумие. И вот сейчас смотря, пускается через фильтр. Я не понимаю, что здесь работает. Ее внеземная красота, я про это очень, конечно, сомневаюсь, что это именно так все и выглядит. Маша Погребняк выглядит плохо. Многие говорили, сзади пионерка, спереди страшная пионерка. Когда я заработаю много-много денег, последнее, что я сделаю, это классическую операцию. Правда. Я смотрю на то, как люди сходят с ума с этими всякими пластическими операциями, как они просто несутся в тартарары безумие и не могут остановиться. Знаете, я что регулярно делаю? Иногда забываю. Сейчас у меня лоб опять отошел. Ботокс лоб. Все. Потому что у меня сильная мимика, и я эмоционально доношу мысль. И это как-то сдерживает мои мимические морщины. Все остальное я смотрю на этих девок. Господи, девки. Маша, ты же по факту не такой плохой. Но я вообще тебя не уважаю. Вот знаешь, хотел тебе сделать комплименты и даже не могу насильно это сделать. Извиняй. А хотя бы плевать мне на твои извинения. Но зачем вы, девки, ходите к хирургам, тратя тысячи евро на то, что выглядит сейчас? Это с фильтрами. Маша еще с фильтрами. Фантастика. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Огромное благодарность всем, кто шлет нам донаты на этом канале. Мы говорим, вашим донатным видео на этом канале выходит каждый божий день. И вы можете всегда кинуть донат через Суперспасибо. Это маленькое сердечко под видео. Или можете кинуть там донат через Бусти. Таким образом, вы взамен всегда получаете видеооткрыточку. Специально для вас записанное мини-видео. Поздравляю. С днем рождения. С годовщиной. Просто привет. Это Антон Эс. Наш форум благодарит за ваши щедрые донаты. А если вы живете в свободном мире в Америке или Европе, прошу вас. Не пропустите пару рекламных интеграций от самого Ютуба. Этим очень поможете нам радовать вас ежедневными сплетнями и новостями. Подписывайтесь на все мои каналы. Ставьте лайки. Ну и самое важное. Не забываем нашу святую миссию помощи бездомным животным. Продолжайте поддерживать приюты. Продолжайте поддерживать волонтеров. Не проходите мимо страданий братьев наших меньших. Продолжайте доказать всем миру. Каждый божий день, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот все сплетни, вот все новости на сегодня. Один спасибо всем за подписки, за пальцы или за комментарии. Лично я благодарна всем спонсорам канала. Спасибо, что находите в вашем сложном графике 25 минут на общение с папочкой Сплетников. Я это очень ценю и очень вам благодарен. Всем хорошего вечера. Увидимся обязательно завтра. И не забывайте, у меня завтра с утра выйдет шикарное гадание на картах второго. У нас там просто будет сейчас самое запрашиваемое было. Подписывайтесь везде. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok